Это история Леонида Млеча, но для тех, кому небезразлично наше прошлое. Сталин умер вечером 5 марта 1953 года, но с тех пор не утихает разговор о том, как именно это произошло. Очень многие не верят в официальную версию. Одни полагают, что Сталин отравили его соратники, другие полагают, что как минимум оставили без медицинской помощи и дали умереть. Давайте вспомним с вами и попытаемся понять, что именно происходило на ближней даче в те дни. Но замечу сразу, что когда люди говорят о том, что Сталина отравили его соратники, члены президиума ЦК, руководителей Коммунистической партии и Советского правительства, это значит, что они исходят из того, что эти люди были убийцами, настоящими преступниками. Это очень многом свидетельствует о нашем представлении о тех людях и вообще о морали и нравственности. Ну хорошо, давайте вернемся к тому, как все это произошло. Вообще говоря, Сталину было уже немало лет. Он 49-го года, в декабре 49-го отметил 70-летие. Ну, отец его умер рано, но потому что болел и сильно закладывал за воротник, а его мама прожила достаточно долго и было далеко за 70, когда она ушла в мир иной, так что наследственность была неплохая. Но, тем не менее, жизнь была непростой. Детство не очень веселое, потом тюрьма, ссылка. Это война, хотя Сталин и не был на фронте, но война есть война. Он, конечно, очень заботился о себе, по многу месяцев отдыхал, он уезжал осенью, возвращался на юг и возвращался обычно к своему дню рождения в декабре. Но он заботился о себе. Есть различные рассказы о том, что он не лечился, что ему там какие-то таблетки давал заведующего канцелярии поскребышев. Нет, нет, нет. В нашем распоряжении немалая часть сохранившейся его истории болезни и эта история болезни свидетельствует о том, что, конечно же, пользовали его лучшие советские врачи и оказывали бы максимальное внимание, старались сделать все, что они могли по тем временам и с учетом той диагностической аппаратуры, вообще возможности диагностики и фармацевтической промышленности. Тем не менее, они заботливо ухаживали за ним. Среди из тех болезней, которые были по-настоящему опасны, у него было высокое давление. Препаратов, хорошо снижающих давление, в то пору не существовало. И это, видимо, стало одной из причин его ухода из жизни. В последний год было видно, что он плохо себя чувствует и заметно постарел. Он очень мало и так, очень мало показывался на публике, а в последний год совсем почти не показывался. Его видели фактически в последний раз на последнем при его 19-м партийном съезде в октябре 52-го года. И делегаты, те, у кого было хорошее зрение, они потом рассказывают, что видно было, что он плохо очень выглядит, что ему было тяжело сидеть, что он постоянно... Был наручные часы, у него были карманы, доставал, смотрел, что-то говорил Маленкову, дескать, завершайте быстрее. Сталин впервые отказался от произнесения основного доклада, что всегда было обязанностью руководителя партии, произнес только очень короткую речь, приветственную в адрес делегации. По документам президиума ЦК, сформированного после 19-го съезда, мы видим, как мало он проводил заседания, как редко. Интересовала его ни экономика, ни социальные проблемы, и даже не очень внешняя политика. Занимался он в основном делами Министерства государственной безопасности, пожалуй, все остальное его не интересовало. Он по-прежнему... А без него же ничего не решалось в стране. Все требовало его утверждения. Все бумаги посылались ему на ближнюю дачу, и потом соратники рассказывали, что приезжая к нему, они видели стол с заваленный документами, который он даже не открывал. Он явно был уже в плохом состоянии. В 1953 году, в последние месяцы жизни, очень мало кого встречал. Вдруг захотел увидеться с одним видным индусом. 27 февраля поехал в театр и велел на следующий день пригласить к себе четверку своих самых верных помощников, которые 28 февраля поздно вечером приехали на ужин. Ну, ужины у Сталина начинались где-то незадолго до полуночи и растягивались до самого утра. К нему приехали четыре главных его соратника того времени. Секретарь ЦК и заместитель главы правительства Георгий Максимилианович Маленков, его самый верный помощник, военный министр и любимец вождя маршал Николай Александрович Булганин, заместитель главы правительства Лаврентий Павлович Берри, секретарь ЦК и Московского обкома и горкома партии Никита Сергеевич Хрущев. Они приехали на ближнюю дачу. Ближняя дача теперь находится в составе Москвы. Когда-то это был пригород, но от Боровинских ворот 9 километров, так что минут за 10 при том движении машины доезжали до дачи вождя. Это огромные ворота, высочайший забор. Забора было два. Между заборами ходила охрана в такой мягкой обуви, специально, чтобы не издавать никакого шума, чтобы, не дай бог, вождь, который прогуливался по дорожкам, ничего не услышал. Новинка. Установили фотореле, которые даже любили реагировать на появление каких-то живых существ. Ну, в ту пору там никто рядом не жил, и фотореле реагировали только на зайцев. Когда подъезжала машина, выходил дежурный офицер охраны, сидевший рядом с водителем прикрепленный, то есть сотрудник личной охраны, приоткрывал дверцу и называл фамилию свою, не того, кого он охранял. Это секрет был. Дежурный охрана, естественно, знал, кого ждет. Он смотрел внимательно, все ли так, и пропускал машину. Машины подъезжали к главному входу, высаживали пассажиров и отъезжали в гараж, рассчитывая на 10 машин. Три машины сталинские всегда стояли, остальные были забронированы для оперативных машин, членов президиума ЦК, которые его навещали. Остальное было в хорошем настроении, потом рассказывали все четверо, которые побывали у него. Засиделись и разошлись они после пяти утра. Так, поговорили, закусили, немножко выпили, все было точно так же, как всегда на сталинских ужинах. А вот что происходило потом. Сталин всегда вставал очень поздно. Это было связано. Ну, есть совы, есть жаворонки. Он, видимо, был совой всегда, но с годами это ухудшилось. По разным причинам он был одиночкой, жил один после того, как его жена в 31-м году, Надежда Сергеевна Аллилуева, застрелилась с детьми. Детей он видеть особенно не хотел. Жил один в этом огромном доме. Вероятно, чем дальше, тем позднее укладывался спать, тем хуже засыпал. С трудом вставал утром. У него еще были проблемы с суставами. Это значит, что с утра все хрипи, скрипело, и все было болезненно. Вставать не очень хотелось. Но, тем не менее, уж как минимум, к обеду Сталин, как обычно, поднимался. Сотрудники охраны узнавали об этом, потому что он включал где-то свет. Заходить в сталинские комнаты, в сталинский дом было строжайше запрещено. Что такое ближняя дача? Это огромный дом. Он постоянно перестраивался. Сначала построили один. Первый дом построили в начале 30-х годов. Потом его снесли, построили другой. Сталин постоянно что-то велел переустраивать. А поскольку он осенью уезжал в длинный отпуск, то за это время что-то перестраивали. Второй этаж достроили, увеличивали комнаты. А из этого дома длинный коридор, очень длинный коридор, вел в хозяйственный блок. Ну, хозяйственный он был относительно. Там, естественно, была кухня, там были подавальщицы, повара, врач, который следил за тем, чтобы вождя кормили только качественной пищей, и служба охраны. Там находился дежурный, который всегда сидел на телефоне. В каждой комнате у Сталина стояли телефоны, в том числе один без диска. Он снимал, и дежурный отвечал. И позвонить, соответственно, на дачу тоже можно было только через дежурный. Заходить в сталинские комнаты, в сталинский дом было запрещено абсолютно всем, пока он не даст сигнал, пока не вызовет, пока не потребует, чтобы ему что-то принесли. Вот 1 марта час за часом вождь не показывается. Сотрудники охраны смущены, но не знают, что делать. Они не могут нарушить сталинский приказ. Наконец, в полодиннадцатого вечера, полодиннадцатого вечера, фельдеггерская служба Министерства внутренних дел доставила вечернюю почту. Вот весь объем документов, которые все равно клали на стол вождю. Приказано было документы доставлять сразу. И майор Лозгачев из охраны, человек в его обязанности сходил доставлять почту, поздно вечером пошел по этому длинному коридору с документами, положил там такая комната, она как бы была библиотекой в последние сталинские годы, стал смотреть, вообще говоря, нигде Сталина не видно. Там есть большая столовая, там, где Сталин принимал гостей, членов президиума, иностранных гостей, какое-то количество иностранных гостей там бывало, никого не видно. Увидел, что приоткрыто дверь так называемой малой столовой. Надо было прежде столовой, пока не построили большую. Аккуратно Лозгачев подошел и увидел, что Сталин лежит на полу. Он лежит на полу между большим столом, так в центре, и диваном, там два дивана, диван, который с правой стороны лежит там на полу, рядом газета и часы. Вероятно, Сталин сидел сюда, когда один занимал угловое кресло, угловой стул за столом, видимо, читал газету, и с ним произошел удар. Удар, видимо, был мгновен, но не то, что почувствовал себя плохо, в одну секунду потерял сознание. Почему мы можем это предположить? Потому что в каждой комнате и в этой в том числе была тревожная кнопка. Помимо телефона, без диска, который снимаешь и соединяешься с дежурным, там была просто тревожная кнопка, на которую достаточно нажать, чтобы прибежала охрана. Если бы он почувствовал себя просто плохо, он мог бы нажать на эту кнопку. Он не нажал. И лечь он не успел, потому что у него были съемные зубные протезы. Всякие, кто с этим знаком, знают, что зубные протезы обязательно на ночь надо снять, лечь с них невозможно. Вероятно, проводив гостей, он там присел, начал читать, и с ним произошел удар. Лозгачев рассказывал, есть его запись, он потом много раз должен был отчитываться, что именно произошло. Он наклонился, сказал, товарищ Сталин, вам плохо помочь. Снял трубку, вызвал своих коллег, которые прибежали. Прибежала еще подавальшество, дежурная Бутусова. Они переложили, встали на диван, который рядом совсем, и переодели, прикрыли одеялом, и стали звонить. Они стали звонить, как положено, по инструкции своему главному начальнику, начальнику главного управления, управления охраной Министерства государственной безопасности. Обязанности начальника главного управления исполнял сам министр, Семен Денисович Игнатьев, потому что начальника главного управления охраны, генерала-литана Власика, Сталин приказал арестовать, причем есть записи руководителя Министерства госбезопасности о том, как Сталин велел им жестоко избивать власть, который говорит, своих жалеть и выбить из него показания, что он работал на иностранную разведку. И вот после власть обязанности возложил на себя министр госбезопасности. А ему доложили. А Игнатьев говорит, а что вы от меня хотите? Ну, лежит товарищ Сталин, и лежит. Говорит, ну, как-то он так не очень себя чувствует. Позвоните тогда Маленкову, сказал Игнатьев, который снял себе ответственность. Игнатьев был не чекистом, а профессиональным партийным работником, канцеляристом. Когда Сталин внезапно назначил министром государственной безопасности, Игнатьев не понимал, куда попал. И от того, что удивительно, свалил инфаркт. Он появился на работе незадолго до смерти Сталина и был в не очень хорошем состоянии. Ну, стали звонить Маленкову. Маленков недовольно спросил, а в чем дело? Ну, вот как-то со Сталином, товарищ Сталин плохо себя чувствует. Маленков, видимо, не знал, что делать. Созвонился, Славлитьем Павловичем Берии и в два часа ночи они вдвоем приехали на Ближнюю дачу. Дело стояло в том, что зайти к Сталину спящему было невозможно. Сталин, когда болел никого до себя не допускал, чтобы никто не увидел его недушащим, болеющим, слабым, кашлящим, чихающим, это невозможно. Он же вождь. Поэтому приехавшие Маленков и Берии в комнату, где лежал Сталин. Зайти не решились. Они ему приоткрыли дверь. Говорят, ну, вроде спит товарищ Сталин, дремлет. Ну, они развернулись и уехали. На следующее утро Сталин не встал. Сотрудники охраны об этом доложили. Тогда уже приехали несколько членов президиума ЦК. Поняли, что дело не важно. И тогда стали привозить врачей. Это было уже 2 марта. Причем врачей, за врачами отправляли сотрудников Министерства Госбезопасности. А ведь это было время, когда разворачивалось дело врачей. Когда лучших врачей арестовали, в том числе, которые Сталина лечили. И у врачей был ужас, когда за ними приезжали. Они думали, что их в тюрьму везут. Их привезли на ближнюю дачу. Значит, Сталина переложили уже в большую столовую. Там диван отодвинули от стены, чтобы было удобно подойти. Поставили штырму, поставили столики, чтобы можно было развернуть медицинское оборудование необходимое. Очень быстро врачи поняли, что произошло. Что произошло кровоизлияние в мозг, паралич, лишился сознания, дара речи. 3 марта, после консилиума. А врачи сообщили президиуму ЦК, что дело безнадежное. Возникает вопрос, но почему же Сталина в таком возрасте, ну с определенным анамнезом, не держал рядом врачей? Да по той же причине, по которой это делал никто из советских руководителей. А причины эти две. Во-первых, если ты велишь устроить там медицинский пункт, то ты признаешься перед товарищами, что ты болен, слаб. Ну, значит, недолго просидишь на этой должности, и товарищи начинают понимать, что им нужно уже выстраивать как-то свою жизнь по-другому. А вторая причина стоит в том, что если ты приказываешь устроить рядом медпункт, то ты самому себе признаешься в том, что ты нездоров, болен, и жить тебе осталось недолго. Ну, какой человек на это пойдет? Уж меньше всего Сталин считал себя больным и старым, и, подходя к зеркалу, не видел там, кем он является на самом деле. Но это вполне такая человеческая черта. Кроме того, еще раз скажу, что в те времена от улицы Грановского, где находился лечебно-санитарное управление Кремля, то есть медицина для начальства, до ближней дачи, надо было заехать за несколько минут, но примерно столько же понадобилось врачу, чтобы одеться и быстро пройти по территории дачи, чтобы войти к Сталину. Так что вопрос скорости медицинского обслуживания возник только потому, что Сталин по существу сам себя обрек на это, потому что он так запугал свое окружение, свою охрану, что никто из них не решился войти и обеспечить оказание ему медицинской помощи. Вот эти сам дом, сам отбрежная дача, где жил Сталин, о многом говорят. Ну, когда в начале 30-х годов они еще с женой, с Надеждой Сергеевной, выбрали это место, там была пустошь такая, а потом огромный лес появился. Это со всей страны свозили туда замечательные деревья, причем такие в хорошем состоянии, это стоило колоссальных денег, но для вождя ничего не было жалко. Там построили пруд, там был чайный домик, естественно, баня, как было положено, еще небольшой домик. Во время войны там появилось бомбоубежье, но оно не понадобилось, потому что силы противовоздушной обороны очень надежно противостояли немецкой авиации, и немцы даже не подозревали, где находится сталинская ближняя дача. Вы знаете, этот дом производит очень странное впечатление. Слушайте, он огромный на самом деле. Сталин делал пристроить второй этаж, а там потолки 6 метров, поэтому второй этаж ведет какая-то витая лестница, по которой долго надо идти, ему было несподручно, поставили лифт специально для того, что он мог подниматься, но он на втором этаже почти не бывал, там две большие комнаты, одна спальня, а вторая как бы такая гостевая, такая большая веранда, он туда почти не поднимался, там иногда кто-то останавливался. У него была спальня, в которой он почти не ночевал, она действительно безумно неуютно. Большая такая ванная комната, оборудованная современной на ту пору иностранной санитарной техникой, сантехникой, все исправно функционировала, ночевал, повсюду расставлены диваны, на которых он в разное время ночевал. Представьте себе жизнь этого человека, который полтора десятка лет, живет там в полном одиночестве, значит, жена застрелилась в 31 году, с детьми у него не очень ладились отношения. Поначалу Светлана, дочка, была его любимицей, но она тоже недолго там прожила, потому что он внутренне был безумно холодным человеком, настолько холодным, что не выстраивало отношения даже с собственными детьми. Он остался один. И вот за год, за год, абсолютно один в этом огромном, в этом огромном доме, ну туда, он регулярно привозил туда членов политбюро, там президиума ЦК, переименовали на девятнадцатом съезде выше орган власти, устраивала там ужин, и она привозила иностранных гостей. Вот когда появлялись иностранные гости, то тогда появлялась обслуга. Дело в том, что эта деталь описана всеми, что когда происходили вот эти ужины, то, ну, закуски, напитки, все выставлялось на столе, хлеб, который пекли там же, а, скажем, горячие блюда, супы. Второе было на отдельном столике, каждый подходил, наливал или клал себе, что считал нужным. Почему это сделать? Для того, чтобы обслуга не могла услышать разговор. И по этому огромному длинному коридору несли у них потом всех проблем, были суставы подавальщики, приносили все, и исчезали, и потом они появлялись только, чтобы убрать грязную посуду. Это были разговоры между своими, и никто не должен был этого всего слышать. Но все остальное время он был один, и это, конечно, очень свидетельствовало о его натуре. Ну, на всякий случай, давайте вернемся к разговору о том, почему подозревают, что Сталина могли убить кто-то из этой четверки. Ну, давайте разберем это. Георгий Васильевич Маленков был самым умелым канцеляристом советской эпохи. Он был человеком, его называли телефонщиком, потому что он мгновенно хватался за трубку телефона, чтобы исполнить сталинские указания, он исполнял их мгновенно. Маленков никогда ничем лично не руководил. Он шел по этой вот чиновничной лестнице, в нем не было малой толики лидерских качеств, что быстро и скажется. Потому что он станет после Сталина хозяином страны по понятным причинам. Он был ближайшим помощником Сталина. У него был партийный билет номер три, выписанный после обмена документов на 19-м съезде ВКПБ. Переименовали в Коммунистическую партию Советского Союза. Стали обменять партийные документы. Первый, по традиции, выписали Владимировичу Ленину партийный билет. Второй, Эстри Соленовичу Сталину. Третий, Георгий Максимилиановичу Маленкову. Аж никто не сомневался в том, кто его первейший помощник, кто его заменит. Николай Александрович Булганин, который носил маршальские погоды. Сталин сделал его маршалом, поставил во главе военного министерства, чудовищно обидев советских полководцев. Полководцев, начиная с Жукова, полководцев Победы, потому что Николай Александрович был штафирком. Никогда в вооруженных силах не служил. Он был членом военного совета в годы войны, как все партийные работники. Но, конечно же, не разбирался в военных делах. И в нем, надо сказать, такой благообразный господин, любитель балета и балерин, любитель оперы и опереточных див. Он жил на две семьи. У него была официальная семья. И была так, с которой он жил. Когда к нему приезжали гости, то он должен был из дома ехать на дачу, где жила оставленная им семья. Они принимали гостей. И так весьма были невеселые хозяева. Гости не могли понять, что тут такое странное в этом доме. Николай Александрович в Булгане тоже не было никаких лидерских качеств. Поэтому он достаточно быстро потеряет и маршальское звание, и должности будет отправлен Хрущеву на пенсию. Из четырех гостей, которые побывали тогда у Сталина, двое были решительными и смелыми людьми. За одним это знали. Да, Сталин знал давно это. Бери. А относительно Хрущева и Сталин, и другие члены президиума ЦК сильно заблуждались. Они его совершенно не понимали, что для многих потом дорого обойдется. Так вот, многие такие подозрительные люди полагают, что Сталин, вот кто-то из них двоих, и отравил Берия или Хрущева. Ну, многие косятся на Лаврентия Павловича Берию, потому что в их представлении Берия же на Лубянке сидел. Поэтому у него-то и были яды. Но дело в том, что биограф Берия понимает, что Лаврентий Павлович давным-давно был устранен Сталином в Слубянке, потому что Лаврентий Павлович Сталин-то точно и опасался. Значит, он назначил Берию в наркомат внутренних дел в 1938 году. Перевел его с должности первой стрелецы каком-то партии Грузии. Сначала первым замом к Ежову, потом Ежова снялась, Ежова расстреляли. Берия стал наркомом внутренних дел. А в феврале 1941 года Сталин неожиданно разделил наркомат внутренних дел НАТО на собственный наркомат внутренних дел и наркомат государственной безопасности, куда перешли все оперативные подразделения, в том числе и охрана вождя, охрана высших лиц. Отстранил от всего этого Берию, оставив Берии ГУЛАГ, милицию, внутренние войска и все прочее. Ну, когда началась война, в июле 1941-го опять он слил эти два наркомата, потому что была война. Но в 1943 году еще война шла, но уже ясно было, что победа не за горами. Он опять разъединил два наркомата и опять вывел все ведомство госбезопасности, все оперативные подразделения из ведения Берии. А в декабре 1945-го вовсе убрал Лаврентия Павловича с Лубянки. Появилось в газетах сообщение, что ввиду перегруженности другой центральной работы освобождается Лаврентий Павлович Берия от должности наркома внутренних дел. Это была любимая сталинская формулировка ввиду перегруженности другой центральной работы. И с конца 1945-го года Лаврентий Павлович Берия не имел ни малейшего отношения к делам госбезопасности. За эти годы там сменились команды, потому что Сталин постоянно менял команды, сажал, убирал своих чекистов. Более того, в последние сталинские годы Лаврентий Павлович явно попал в разработку, потому что в Грузии началась разработка так называемого Менгрильского дела, о существующем националистическом подполе, которое явно имелось в виду направить против Лаврентия Павловича. Самого он прекрасно это понимал. Он знал, что он находится под полным контролем. Собственно говоря, все члены президиума ЦК об этом прекрасно знают. В 1953 году на пленами ЦК в своем кругу и Хрущев, и Маленков заспорят, кого из них раньше начали подслушивать. Подслушивали всех, поэтому Лаврентий Павлович Берия знал, что он ни при каких обстоятельствах никому на Лубянку позвонить не может, то, что фиксируется каждый его разговор. Поэтому Лаврентий Павлович и Лубянка в начале 1953 года, это два разных понятия, ни при каких обстоятельствах никто из сотрудников ведомства госбезопасности не был ему подчинен, не чувствовался его начальником, и наоборот, в отношении его уже возникли серьезные подозрения. Так что даже, грубо говоря, достать яд ему было неоткуда. Хотя Лаврентий Павлович, пожалуй, единственным все были основания ожидать смерти Иосифа Виссарионовича, поскольку Берия понимал, что может произойти. Что касается Никиты Сергеевича Хрущева, то у него, пожалуй, единство. Вообще не было никаких претензий к Сталину, потому что Сталин к нему относился очень хорошо. Как-то однажды только не понравилась хрущевская статья в правде о селении деревень. Ну, это была такая мелочь, о которой все забыли. Поэтому представить себе, что кто-то из них запасся ядом, ну, ядом было взять неоткуда. И потом главное и самое важное. Они все чудовищно боялись Сталина. Откуда им было знать? А не устроены ли в этом доме какие-то приспособления, чтобы наблюдать за ним? Ну, ведь кому-то и в самом деле рисуется эта сцена, когда, значит, кто-то из чадов в президиуме ЦК подошел к самовару, там не чайник был, не чайник был, как обычно писали, а самовар, значит, туда что-то засыпал. А вдруг чьи-то глаза наблюдают за этим? А вдруг там есть какая-то служба внутреннего контроля? Что будет с этим человеком? Страх! Вот что овладевало членов президиума ЦК, когда они приезжали в гости к Сталину. Ведь когда Сталин уже был в плохом состоянии, приехал министр госбезопасности Игнать, он боялся в дом войти. Им всем было страшно. О тяжелом состоянии Сталина сообщили 4 марта, рано утром, в 6 утра, в первый раз сообщили. Было созданное, написанное врачами, медицинское заключение, не всем понятное. Будущий министр здравоохранения, замечательный херовый Борис Петровский, был в командировке в Рязани, потом вспоминал, как водитель машины спросил, «А что такое дыхание Чейнстокса?» По радио сказали. А что Петров сказал, что это очень плохо. Так оно и получилось. Сталин не пришел в себя. Возле постели Сталина было устроено дежурство. Не только врачей, но и членов президиума дежурили по двое. Там, скажем, Берия с Маленковым, Хрущев с Булганином. Они должны были там сидеть, наблюдать. Как иногда им казалось, что Рязани становится полегче, что даже глаз приоткрылся. На самом деле он не пришел в себя. Потом врачи объясняли, что у него к инсульту прибавился еще и инфаркт. И никаких шансов, во всяком случае, в те времена, при том состоянии медицинской техники, медицины и фармакологии, сделать ничего нельзя. Когда врачи сказали, что ситуация безнадежная, началось обсуждение того, как устроить жизнь, кому стать во главе государства. И решающую роль тут играл тандем Маленков и Берии. Они, собственно говоря, и поделили власть еще в тот момент, когда физически Сталин был жив. Ну, мы обязательно обсудим все эти темы, потому что они нас не отпускают. Ну, и чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в ЯТЕГ. Субтитры создавал DimaTorzok